Добрый день, дорогие друзья, уважаемые зрители, ребята, мы пришли в гости к Сергею и к Наталье. Ну, Наталья спит, да, Сереж? Да. Так, большое спасибо всем, кто помог финансово, приобрели памперсов. Кстати, памперсы очень дорогие. Это, конечно... Сергей с Натальей памперсы бесплатно не получаете, да, Сереж? Нет. Сереж, ну расскажи, как это... Вы нашли сиделку, получается? Ну, сейчас мне приходится ездить на лучевую, а ее одну не оставишь дома. Поэтому мы наняли сиделку, вот, тысяча в час. Сколько она сидит примерно? Сидит 3-4 часа в день. Вчера она 5 часов сидела, сегодня 3 часа. Завтра, не знаю, завтра у меня надо будет крови лечения ехать еще в поликлинику. Ну, вообще, как в целом, здоровье? Ну, так же. Здоровье. Ребят, давайте тогда я вам расскажу чуть-чуть, да, то есть у Сергея онкология и у Натальи тоже, да, Сереж? Да. Расскажи, вот, заболевание, может быть, чтобы людям понятно было вопрос. У нее онкология 3 года назад сделали операцию на груди, удалили часть груди. Вот. Вот, 9 лимфоузлов вырезали, 6 злокачественных. Прошло 6 сеансов химиотерапии и 30 лучевых. У меня в июне месяце вырезали часть легкого, вот, тоже удалили 10 лимфоузлов, один злокачественный. Вот, прошел 4 сеанса химиотерапии, назначили 25 сеансов лучевой терапии. И сейчас ты ездишь, да, вот, на лучевую? На лучевую приходится ездить каждый день, кроме субботы-воскресенья. Вот, с понедельника началась лучевая, будет до 30 декабря. Почти месяц. И на это время мне приходится, вот, девочку оставлять, потому что больше некому с Наташей сидеть. А у Наташи же не только, да, вот, она тогда перечисляла заболевание? Там и диабет, и что-то. У нее сахарный диабет, вот, на фоне сахарного диабета, еще у нее, вот, этот... Астма и давление большое. Да, там с позвоночником, там же ноги не ходят, да? А сейчас еще, вот, отказали ноги, разрушаются кости позвоночника. Видать, где-то пережала нерв, и ноги у нее не ходят вообще. Она их не чувствует, поэтому она лежит, и поэтому приходится с ней сидеть. Ее поворачивать, вот, попоить, покормить. Вот, хотя, в последнее время она уже и кушать толком не может. Вот такие дела. Так, ребята, в прошлый раз, почему мы собирали вот на памперсы, потому что Сергею также с Натальей не выделяя бесплатно памперсы, да, Сереж? Да. А сколько вы тоже тратите? 2-3 в день, наверное, да, памперсы, получается, уходит? Ну, когда 3, когда 4, плюс еще пеленки, вот, получается, где-то около 5 тысяч в день, это только памперсы, пеленки. Да, ребята, они очень дорогие, 600, 800, почти 800 тенге одна штука, вот сейчас я покупал, купил немного, ну, на что хватило, как говорится. Всем, кстати, огромная благодарность, что помогает финансово. Хотел тортик купить, но Сергей говорит, тортик не надо, хотели чай попить, посидеть. Ну, у нас просто диабет. У Наташи диабет, она получает таблетки от диабета, у меня повышенный сахар, вот, мне запретили врачи, вот, сладкое. И онкологи сказали, вот, раковые клетки питаются сахаром. А, то есть меньше сахара, все, понял. Да, сладкого как можно меньше. А я хотел, наоборот, жизнь вашу чуть-чуть посладче сделать, как говорится, приятная. Ну, ладно. Ребят, смотрите, сколько книг Сергей много читал и читает, наверное, да, Сергей? Ну, это книги Наташа, папа собирал. Да, кто помнит, раньше, наверное, у каждого в доме было очень много книг. Ну, и мы тоже собирали, у нас вот книги, вот книги. Вот, смотрите, кругом книги. Так что, книг хватает. Сереж, ну, в общем, если будут еще какие-то поступления денежные, буду покупать, приносить. Ну, вообще, в принципе, надо идти в больницу, должны бесплатно выдавать. Должны. То есть, таким больным. Ребят, кстати, если кто-то знает, может быть, как-то это все в подробностях, можете оставлять в комментариях. Обязательно почитаю, посмотрю. То есть, ваш совет, он тоже будет очень важен. Но я знаю, что бесплатно должны выдавать. Надо будет только уточнить, где это. А ты завтра, Сереж, куда поедешь, говорил? Завтра я поеду на Лучевую и поеду в поликлинику. Как раз уточнить, да, наверное? Там у меня вопросы надо и с лекарствами. Лекарства дают бесплатно? Да. Ребят, бесплатно лекарства дают, а вот памперсы, к сожалению. Потому что приходится два раза в день колоть обезболивающие, сильнодействующие уколы. А уколы эти только по рецепту. А как называется? Морфий уже? Нет? Трамадол. А, трамадол пока. Ну, морфий, значит, еще дальше будет. Ну, вот трамадол я и последний раз выделили в 30 уколах. Ну, получается, это на полмесяца. На 15? Не, ну, да, если два раза в день. Получается, я два раза в день стараюсь колоть, как бы, вроде поменьше, но когда как. А ты остальное, значит, докупаешь, получается? Или как? Ну, 30 далее. Ну, 30 далее, заканчивается, еду, прошу еще. Еще дают, да? Да. Ну, ну, там опять же, когда есть, выдают, когда нету, то все, идем, аутеку покупаем. Да? Дорогие они, трамадол? Их, по-моему, так даже не продают. Его не продают. Он только по рецептам, под круглой печатью. Ну, вам дают. Ну, то, что знают, наверное, да. Рецепты дают пока. Ребят, ну, в общем, лекарства дают, а вот памперсы и пеленки нет. Видимо, кто-то где-то зажимает, потому что обязаны давать, то есть, это же расходный материал. Просто мы еще никуда не обращались, толку. Ну, в общем, Сереж, смотри, если понадобится моя помощь куда-то съездить вместе, куда-то что-то это, без проблем, позвони, я съезжу с вами. Ребят, кстати, я хотел с тетей Наташей посидеть, но, видите, нашли они как бы человека, я бы бесплатно посидел. Я просто, ребят, живу здесь в соседнем доме, и Сергея с Натальей знаю, поэтому могу посидеть, ну, ладно, раз, нашли. Ребят, ну, в общем, примерно вот такая ситуация, будем дальше следить по возможности, помогать Сергею, Сереж, я говорю, если понадобится, то обращайся, позвони, то есть, я съезжу с тобой куда надо, в больницу там. Все, что нужно, потому что, к сожалению, только именно видеоматериалами вот и двигаются вот такие вопросы, они тяжелые, бывают люди, не знаю, даже своих прав, сидят, как бы ждут, но ждать, как говорится, сам понимаешь, смотрю, погода, бесполезное занятие, только время тратить. В нашей данной ситуации, время это, это жизнь. Ребят, в общем, ролик получился небольшой такой, но, в принципе, содержательный, все понятно. Вот, если кто-то захочет помочь, чем-то советом, как-то еще, то есть, будем очень благодарны. Всем до свидания и хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok